В рощу Гузовского в Чебоксарах отправилась наша съемочная группа. Не ради прогулки. Дело в том, что судьба этого лесного массива вызывает бескопокойство у местных жителей. Подробнее Ольга Пырочкина. Роща Гузовского превращается в парк развлечений. Появляются аттракционы, деревья исчезают. С такими жалобами к нам обратились жители северо-западного района. Во время прогулки жительница Валентина Полуянова обнаружила, что в роще, которую больше ста лет назад сажал известный ученый лесовод Бронислав Гузовский, начались какие-то работы и вырубка деревьев. Позднее выяснилось, здесь строят канатный парк. Это привело ее в ужас. Город растет. Город в два-три раза, только на моей памяти, увеличился. Парков, скверов не прибавилось. И вот это единственное, что природное осталось, мы и то хотим его как-то использовать коммерчески. Сейчас на балансе у города около 330 гектаров лесных насаждений. Следить за такой территорией и наводить порядок после культурного отдыха горожан у муниципальных предприятий не хватает никаких ресурсов. Вот и отдают в аренду участникам. Этот земельный участок был передан на условиях аукциона для организации веревочного парка. Размещение такого бизнеса не противоречит законодательству в области категории земель. Это же земли лесного фонда наверняка. Да, это земли лесного фонда, которые входят в городскую черту. Организация данного веревочного парка, я считаю, что в какой-то мере наоборот, обеспечивает даже досуг и отдых наших горожан. Потому что, ну что здесь, ну есть тропиночки, есть скамеечки, где отдохнуть, но люди же сюда приходят с детьми. Дети, они полны энергии, у них много сил. Досуг это одно, да, вот есть же парки аттракционов, а экология немножко другое. С экологической точки зрения, думаете, как это разница? С экологической точки зрения здесь ни одно дерево не будет в ней вырублено. То есть мы строго... Вырублены? Нет, здесь вырублены только сухостой и аварийный. Кроме вырубки, как говорят специалисты, сухостоя, женщину волнует состояние сосен, на которой крепят площадки парка. Представители компании отвечают. Они сами в первую очередь заинтересованы в том, чтобы деревья были здоровы и невредимы. От их состояния напрямую зависит бизнес. Здесь используют признанную во всем мире безопасную технологию. Сказали, что здесь используют какие-то крепления необычные, да, что это не гвозди, ни в коем случае? Ни в коем случае не гвозди, не вбиты ни единого гвоздя, не повреждена кора дерева. Если вы снимете крупным планом, то видно, что там методом легкого сжатия держится на шести брусьях. А сверху металлический трос, он не соприкасается со стволом дерева. Пока шла съемка, к нам подходили заинтересованные жители. Мы спрашивали их мнение по поводу происходящего. И, как ни странно, негативных отзывов не услышали. Нравится, потому что такого еще не было у нас в Чпоксарах. Ну, мы вот как мамы, и мне кажется, очень, да, будет интересно. И взрослым. Часто приходим, мы гуляем, да, постоянно тут гуляем, белочек смотрим. Они нам никак не мешают. Роща же большая, тут маленький всего лишь участок занят. Я не против. Интересно будет, если кто-то поднимется, кто-то будет ходить. Вы, если бы были помоложе, да, наверное, вы бы лазили. Нет, я не думаю. У меня не хватило бы мужества. Иными словами, сейчас большинство жителей скорее за. При условии, что вход в сам лес останется бесплатным и территорию не огородят никакими заборами. Это представители компании нам пообещали. Сдержат ли они свое слово и как будут чувствовать себя древние сосны в новой роли, мы обязательно проверим. Ольга Пырычкина, Арена Гавилян, Республика.